Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Помещение не функционировало на протяжении многих лет. Седьмая школа столицы обзавелась современным спортзалом. Фильм «Седьмой Хабстана». Абаза ТВ продолжается проект «Реки Абхазии». Ему рукоплечут лучшие залы мира. Маэстро Владимир Стиваков принимает поздравления с 80-летием. Президент Аслан Бжани принял участие в праздничном мероприятии по случаю 145-летия со дня основания первого в Абхазии армянского села Мцара. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии воинам и посетил отреставрированную после капитального ремонта сельскую царскую школу. В своем выступлении Аслан Бжани в частности сказал. Уважаемые жители села Мцара, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 145-летием со дня основания первого в Абхазии армянского села. Новейшая история села Мцара – это история проявления наилучших человеческих качеств, присущих нашим народам. Много лет назад село Мцара стало местом спасения для амшенских армян. Абхазия стала их новым домом, где можно создать, растить детей без опасения за свое происхождение, язык и вероисповедание. Благодаря трудолюбию новых поселенцев и их мирному соседству с Абхазами Мцара активно развивалась. Армянская община Абхазии вносит существенный вклад в развитие нашей общей родины. Мужество и героизм бойцов армянского батальона имени маршала Баграмяна, проявленной в отечественной войне народа Абхазии, служат ярким примером служения Абхазии. Сегодня мы вместе строим независимую, свободную республику Абхазия, и наша государственность стоит на надежном фундаменте взаимного уважения и взаимопомощи. Пресс-служба Народного собрания парламента сделала заявление. 9 сентября на сайте информационного центра при президенте было опубликовано интервью члена полицовета политической партии Амцахара, заместителю руководителя РУП Абхаз ТОП Виталия Корсантия, в котором прозвучали оскорбительные обвинения в адрес депутатов парламента. Мы считаем, что данное заявление было сделано осознанно в целях дискредитации законодательного органа, отмечается в заявлении пресс-службы парламента. Мы с большим уважением относимся к ветеранам отечественной войны народа Абхазии, чтим их подвиг и мужество. Но подобные выпады не могут остаться без нашего реагирования. Парламент целенаправленно не предпринимал никаких действий в течение нескольких дней, в надежде, что Корсантия найдет нужные слова в адрес депутатов. С сожалению, констатируем, что в появившемся впоследствии комментарии Корсантия мы не услышали слов «сожалений» при оценке ранее сказанного. Мы не воспринимаем данный комментарий как официальное извинение и не удовлетворены подобным ответом. Парламент, имеющий в том числе контрольные функции, оставляет за собой право предпринимать шаги в строгом соответствии с действующим законодательством, говорится в заявлении Народного собрания. Информация правоохранителей. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя города Ачимчира. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя города Ачимчира Гугохи Эдуарда Гариковича 1987 года рождения. Как установлено экспертами, в фасовочном пакете, который обнаружили сотрудники милиции при личном досмотре задержанного, содержался сильнодействующий наркотик Мефедрон весом более 16 граммов. Следственным подразделением Гудаутского РОВД в отношении Эдуарда Гугохи по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 223 УК Республики Абхазии, возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого и изъятию наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюсера МВД Абхазии. Это 8 документальных фильмов о реках Республики. В этом списке Хабсту нельзя назвать большой рекой, но и к малым ее не отнести. Протяженность реки около 20 километров, сравнительно небольшой бассейн 166 квадратных километров. Бзыбский массив, откуда берет начало Хабста, один из наиболее изученных высокогорных карстовых массивов бывшего СССР. Он представляет собой платообразную часть одноименного хребта, его площадь 550 квадратных километров. У Хабсты повышенная жесткость и минерализация. Одна из ее особенностей – повышенное содержание известняка, солей кальция и магния. Практически каждая река Абхазии уникальна по-своему, но есть параметры, которые существенно отличают Хабсту от других водотоков. Чуть выше того места, где река выходит на равнину, есть небольшой приток, который впадает в Хабсту с левого берега. С наступлением осенней межени, когда уровень реки становится минимальным, этот приток останавливается и, разворачиваясь, начинает затягивать воду из реки обратно в карстовое русло. Ученые называют это явление эстовеллой – воронкообразное углубление на дне карстовой котловины. Только в определенное время года действует как поглотитель. В остальное – карстовое русло Хабсты – источник воды. И таким образом можно говорить о том, что это уникальное событие, связанное с тем, что имеется феномен, когда река течет в гору. Подобного рода феномены природные перечислить на пальцах одной руки по всей планете. Фильм седьмой из цикла «Реки Абхазии Хабста» смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. В Абхазии изучение леса, опыты и внедрение новых растений, которые могли бы использоваться в народном хозяйстве, начались еще в 20-е годы прошлого века. Некоторые опытные участки тех времен не просто сохранились, а продолжают эксплуатироваться. Одно из них – роща секвой в ущелье реки Бзыб. Посадки хвойных растений здесь начались в 30-е годы и продолжаются по сей день. Сегодня я хотел, чтобы жители Абхазии узнали об истории этих посадках на 8-м километре Рыцинского каньона. Мы находимся на участках, где первые посадки быстрорастущих растений были заложены в 30-е годы 20-го века. Это было сделано лесаодом турчинским Николаем Флориановичем. Он по происхождению из Польши. По просьбе Нестора Лакоба он приехал в Абхазию. Он опубликовал первый лесной кодекс, который был выпущен в 25-м году, 1-го апреля. Я еще не хочу пропустить того человека, который благодаря его Сигбоева роща осталась нетронутой во время войны. В тот период была снежная зима, Голубое озеро, вход в тоннель был засыпан большой лавиной. Дали команду здесь заготавливать теломатериал. И чтобы сохранить эту рощу, мы два дня и две ночи пробивали дорогу. Там громадный руд был, об этом долго можно рассказывать. Но за два дня мы пробили дорогу на Кужба-Яшту и приступили к заготовке пиломатериала для блиндажей для нужд войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специальный репортаж о роще Сигво и ее истории научных данных, которые были получены за почти 100 лет наблюдений, смотрите в нашем эфире во вторник, 17 сентября. В Сухумской средней школе номер 7 введен в эксплуатацию отремонтированный спортивный зал. Помещение не функционировало на протяжении многих лет. Теремонию открытия посетила наша съемочная группа «Слово Нестору Инапшпо». Оснащение школ в соответствии с современными стандартами – одна из важных целей в работе муниципалитета в частности и государства в целом. Сегодня одно из сухумских общеобразовательных учреждений стало на шаг ближе к выполнению этой задачи. После многих лет простоя седьмая школа обзавелась современным спортзалом. В Сухумской средней школе. я я это а 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 ответственные за реконструкцию столкнулись со многими проблемами в ходе своей работы помещение зала не ремонтировалось со времен окончания отечественной войны народа абхазии и требовало капитального ремонта к этому прибавились проблемы оставшиеся со времен основания зала неровные стены и потолки и совмещение спортивного зала с актовым из-за которого сцена мешала основному назначению помещения многие из этих проблем были решены но остаются дополнительные задачи например размещение ливневок которые не допустят сырости в помещении при сильных паводках да вот вот с вот на К сожалению, из-за задержки в открытии зала этого события не дождался один из инициаторов. В конце апреля не стала преподаватель физкультуры, мастера спорта СССР по классической борьбе и ветерана войны Нодара Козаева. У нас была большая проблема со спортивным залом. С какими проблемами мы сталкивались без спортивного зала во время урока физкультуры, это знает каждый учитель, каждый ученик и вообще весь народ. Нам приходилось проводить, значит, во время, ну, когда плохая погода, снег идет, дождь идет, вот, внутри в коридоре, в классе, там, вот так вот с большими трудностями. А когда вот хорошая погода, мы проводили на улице, да, хорошо, но не всегда же у нас хорошая погода. Мы жили до 18, значит, наш спортзал не функционировал. И что я хочу сказать насчет качества, я очень доволен. Там есть раздевалка женская, раздевалка мужская, душевые, отопление, значит, и все. По современным стандартам спортзал сделан очень хорошо. Я очень благодарен всем людям, всем, значит, кто принял участие, кто оказал помощь, поддержку и так далее. Вот так вот, очень благодарен. Спасибо им большое. Я надеюсь, что мы сможем воспитать в этой школе, в спортзале хороших спортсменов. К открытию спортзала в школе номер 7 было подготовлено культурное мероприятие с концертом и небольшим спортивным состязанием. В Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье подписали соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между образовательными организациями. Главная цель – создание единого информационного образовательного пространства и развитие прямых связей между школами. Документ подписан руководителями Ачимчирской средней школы номер 2 Илоной Домене, гимназии Альбионы имени Хитагурова Ирины Гучмасты, Бендерской средней школы номер 20 Раисой Макаренко. Новости культуры. 12 сентября выдающийся музыкант и дирижер народного артиста СССР, артист мира ЮНЕСКО, руководитель виртуозов Москвы Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков принимает поздравления с 80-летием. Ему рукоплещут лучшие залы мира. На его концертах всегда аншлаг. Владимир Спиваков, постоянный почетный участник фестиваля, Хибла Гирзмава приглашает в Абхазии. «С юбилея мой родной Владимир Теодорович – великий человек мира, уникальный музыкант, потрясающий дирижер и изумительный скрипач. Счастье, что вы есть!» – написала в своем аккаунте в Facebook народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава. В архиве Абаза ТВ 2011 года сохранился проект «Брависсимо» с участием маэстро Спивакова, где он говорит о творческом сотрудничестве с фестивалем Хибла Гирзмава приглашает и самой Примой. «Я ее, когда первый раз услышал, я поразился красоте ее голоса, скромности ее. И очень счастлив, что она такой и осталась. Скромным, вот таким служителем настоящей музыки. И чем я мог, я ей помог в жизни. И всегда буду помогать, пока я живу. Она чудо настоящее, просто чудо. Это, знаете, давно, конечно, она переросла в собственную свою национальность. Она стала мировой звездой. Я совершенно отвечаю вам за свои слова, потому что я имел счастье и возможность и честь выступать с величайшими певицами современности, и с Джесси Норманом, и с Рене Флеминг, и с Кири Теканавой, и со многими-многими другими. Хибла совершенно особая. Это особое существо. Другое вещество, как сказала бы Марина Ивановна Цветаева. Она обладает какой-то такой внутренней, тонкой эмоцией, которая никого не оставляет равнодушным. А ведь музыка, это ноты, вот эти вот, которые на нотном стане, это закодированные человеческие эмоции. И вот они прямо от сердца к сердцу приходят. Так что большое счастье с ней выступать всегда. И я такой возможности никогда стараюсь с ней упустить. Сегодня в нашей программе смотрите концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова с участием народной артистки Абхазии, России, Хибла Гирзмава. Министерство культуры Абхазии и России планирует подписать план сотрудничества на 2025 год на полях 10-го международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности министра культуры Республики Динара Смыр выступит перед главами официальных зарубежных делегаций с докладом на тему перспективы международного культурного сотрудничества. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и круглые столы. Гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Иракли Хиндаба и руководитель представительства Россотрудничества Владислав Куликов обсудили сотрудничество между учреждениями культуры, подготовку национальных кадров в России для труппы театра и вопросы показа российского репертуара в рамках ближайших сезонов. Хиндаба отметил, что магистральным направлением деятельности театра является Абхазо-Российское сотрудничество, сообщает Пресс-служба Русского дома в Абхазии. Саид Хакба и Милена Тачулия приняли участие в 7-м городском фестивале «Дружба народов» в Байконуре. Фестиваль всегда проводится осенью перед запуском ракеты с местного космодрома. В этом году делегация из Абхазии смогла увидеть запуск российского пилотируемого корабля «Союз МС-26», сообщает Пресс-служба Госкомспорта. Спорт и сотрудничество абхазской делегации посетило запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» Байконура, который доставит на Международную космическую станцию экипаж 72-й долгобременной экспедиции. Ранее председатель Госкомспорта Абхазии Тараш Хакба встретился с главой администрации Байконура Константином Бусыгином. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 13 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность. До полудня местами локальные, кратковременные осадки, гроза. Атмосферное давление 757 мм фуртутного столба. Ветер слабоумеренный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32. Температура морской воды плюс 27. Волнение морской воды слабо и значительное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин